здравствуйте уважаемые любители химии и надеюсь что у вас и все все хорошо все живы и относительно здоровы я сегодня не планировал делать никаких записей но вчера ко мне обратился один парень это поле он из казахстана это будущий врач надеюсь что хороший врач по крайней мере голова у него работает он старается работать и он писал мне задачу которыми его не получилось так и задача на самом деле интересно но корябая как и многие задачи которые предлагаются в узбекистане честно говоря я сейчас знаю что на меня польется куча говна от людей живущих и работающих преподавателями химии в этой республике но извините как говорится из песни слог не выкинешь корявая задача она и в африке корявая задача стилистика на грани фантастики числовые данные еще круче вот и когда я первые посмотрю на эту задачу я сразу же увидел какие-то несостыковки логические с точки зрения химии математики вот и этот парнишка он сам я так понял сначала не влюбился чем дело и на потом вроде как бы понял ну в общем задача сама по себе интересная вот я думаю на достойного вашего внимания сейчас я ввожу вам ее решение саму задачу сначала давайте перейдем сама задача так вот она я прошу прощения свой французский про нас я болею так поехали обратите внимание на эту задачу ее текст вам представлен сложная эфир глицерина и предельной одноосновно карбоновой кислоты подвергли щелочному гидролизу водным раствором гидроксида натрия масса полученного раствора составила столько-то грамм а массовые доли глицерина и соли карбоновой кислоты были соответственно равны и вот тут начинается прикол 0 98 и 2 35 массе я честно говоря не понимаю что если это массовые доли это почему они урожаются 235 почему на больше единицы если в процентах тогда нужно было сказать что это не массовые доли да это мне первое что насторожило вот но потом я понял что все же и потом массе надо очень вот это слово массе я вообще не понял стилистика текста отдыхает это была такая в общем то причина которая сначала не позволила мне решить задачу прям сразу исходу предвкушаю значит как ашкентские товарищи будут меня кидать оговняшками типа значит ничего не знаешь русский не знаешь это ваше дело вы меня уже обкидывали какашками неоднократно честно говоря методами жертв не холодно так определите возможное строение сложного эфира глицерина и его массу если известно что массовая доля кислорода как элемента карбоновой кислоте составляет столько процентов на самом деле задача действительно интересная но она реально интересно она не такая уж простая просто проблема ташкентских тестов знаете какая те кто составляют такие задания они ну скажем так как как преподаватели не очень высокого уровня во первых и вряд ли они составляют их они просто откуда-то берут но дело должно этом это нормальная практика когда задание и задачи качают из одних источников другие вот ладно но проблема в том что нужно четко разделять понятие тест и понятие задача задача полноценная задача требующая большой нагрузки умственной чтобы интеллектуально чтобы найти правильный ответ она требует и много времени это не тестики где типа по уровню знаешь не знаешь и идешь дальше а здесь нужно полноценно врубиться в эту задачу и потратить целую кучу интеллектуальной энергии это не ни разу не шутка а таких заданий я может быть у меня встаешь информация но раньше в здание при преступлении было их 36 что ли и представляете там таких задач может быть не одна то время как например более-менее честных допустим белорусских украинских да и российских заданиях такие задачи может быть одна ну максимум две где очень серьезное требуется размышление а там помимо ползбекских воздух помимо такой задачи допустим серьезные там еще целая куча не менее серьезных задач и поэтому люди заставил занимающиеся составлением заданий они знаете из крайности крайности то они вместо тестов сделать задачи и камуфлируют их по тесту а вот как это сдохни на решение они они решили досвидос либо они откровенную вожу легкую включают это тот момент из-за которого я вызвал гнев и негодование стороны местных умников так называемых химиков вот когда я сказал что тест откровенно легкие были ну в общем ладно чем цвет теста касались а вернее момент касалось не тестов по химии тестов по математике ладно поехали итак ближе к задаче я не буду писать что дано хорошо само решение начнем вот с этого с этих данных что у нас по условию задачи содержание элемента кислорода в карбоновой кислоте равно 36 и 6 процента так но это означает что в принципе мы можем найти что это за карбоновая кислота если это а одна основная до карбоновая кислота мы можем предположить что ее формула можно записать вот так вот так и здесь с двойная связь ваш так ли нет тогда если мы вычислим чисто в гибраические малярную массу значит это карбоновой кислоты она у нас будет равна чему значит здесь 12х плюс 2х плюс 1 плюс 12 плюс 32 и плюс 1 да получается 14х плюс поехали 13 14 так 46 вот это у нас малярная масса я например своих учеников учу так я всегда учу их использовать алгебру вот и с точки зрения алгебры на языке алгебры известно все то что икс это вообще не проблема главное что при помощи алгебры мы можем записать чему равно какое-то выражение или не выражение а какая-то физическая личина в данном случае это малярная масса итак соответственно омега-о у нас только атомов кислорода 2 значит мы можем записать вот так вот численно совпадает малярная масса с малярной массой молярная масса поэтому это мы можем сделать уравнение что 2 умноженное на 16 деленное на 14 икс плюс 46 равно 0 36 сколько 36 нет я кажется неправильно получалось 36 36 не записано я прошу прощения здесь 36 36 надеюсь что в основном решить это простенькое уравнение из курса 7 класса алгебры 6 даже наверно и x равен отсюда получается так он равен нас трем то есть проще говоря это у нас бутановая кислота то есть это c3 h7 c h это бутановая кислота то есть по крайней мере сейчас я уже знаю что это будет либо глицеробутанат либо глицеробутанат а может и 3 глицеробутанат в общем нужно думать по крайней мере я уже знаю вот это вот часть этого пазла и часто пазла это c h3 c о да вопрос теперь другой дело в том что у нас глицерин является на гатонный спиртом у днем 3 гидроксогруппу о аж и поэтому вопрос возникает такой а сколько же в принципе гидроксогрупп у нас было задействовано в этой реакции для образования этого сложного эфира который потом подвергли значит разложение да то есть гидролизу вот в чем вопрос и тут в общем то возникает сомнений с одной стороны это может быть 1 h группа была задействована а может быть 2 а может быть сразу 3 и тогда возникает целая целая туча проблем во первых время как решить тогда потому что никто вам не даст времени приличного на то чтобы решить такую задачу ну вот а решить все-таки надо как я предлагаю я предлагаю сделать такой хитрый ход конем я уверен что если другие способы решения они скорее всего даже могут могут оказаться лучшими более скажем так строгими вода более строгими но при этом мой опыт решения у него есть один несомненный плюс он позволяет быстрее найти решение сейчас следующий ход еще раз первых вот мы определили какая-то кислота участвовал в реакции тарификации для образования этого сложного тела на следующий ход понять а сколько же ваш групп было задействовано до для образования этого эфира и тут вот нужно думать я предлагаю такой ход смотрите давайте во первых запишем сам глицерин поднять части глицерина чтобы поняли вообще о чем идет речь и поскольку у меня значит получается как у нас сам глицерина как эта кислота значит c двойная связь цепь и цепи аж 7 2 3 h 7 и вопрос сколько таких вот штуками будет в этом эфира либо 1 либо здесь либо и здесь тоже я предлагаю поскольку я не знаю сколько вместо аж я могу пожертвовалась аж поскольку атомная масса водорода всего лишь единица а вот у этого в этой части глицерина она очень большая поэтому я пожертвовал небольшой точностью вот но напишу так что я в бурта формуле пошел что c3 вот эти три аж наши шипы накладки за три о 3 это точно аж я возьму вот эти крайне допустим 5 я не знаю сколько будет точно аж допустим поскольку не знаю сколько будет вот этих ставочек вот кислоты но но допустим будет там меньше или больше на одну на 2 1 на 2 там народа это с принципиальной роли не соберет вычисления а вот эту вот вставочку я возьму как c4 h 7 так о 2 так они просто он и x 1 потому что не знаю сколько вот эти вставок вот поэтому я выберу это ставку за x чтобы понять насколько же этих ставочек будет в этом сложном эфире так то есть c3 соответственно вот это москелет от углеродного эти ажки вот этим соответствует три кислорода вот они кислорода а вот это вот эта вставка но я не буду сейчас плюс на 3 ваш хотите пишите в общем то это вы должны помнить что именно щелочной гидролиз в отличие от кислотного идет практически в одну сторону то есть равновесие смещено вправо и что у нас образуется нас образуется глицерин c3 h8 о 3 бруттоформула так и плюс бутонат натрия c3 h7 о натрии и так одно что-то подчеркиваем те вещества масса которых нам известны нам известно вот это и вот это почему я известно давайте рассчитаем это если нас масса раствора 150 а значит в процентах это вещь дана оказывается в процентах нам известно масса нет доля глицерина тогда я могу рассчитать что масса глицерина равна 150 умножая на сколько на 098 делим на 100 и у нас получается сколько там 147 до соответствии могу значит масса соли рассчитать это бутонат натрию этот тоже 150 умножая на 235 и делю на 100 получается 3 и 525 известно мне эти масса я могу здесь написать прямо как меня в школе учили когда-то шикарно советской школе кстати тоже пуканы разрываются у товарищей из некоторых республик когда говорю шикарно советская школа да шикарно и да советская я горжусь этим потому что я учусь в шикарной советской школе до 525 и так но вопрос в том что у нас нету массы самого эфира могут стоять потому что и типа вот это есть проблема как же решать то в общем то решение если она чисто гибраическая давайте мы не будем заморачиваться почему была начальная масса эфира равна мы просто обозначим например нам нужно найти x это наша задача x то есть сколько таких вставок сложно давать обозначить просто масса масса эфира или просто м и здесь у нас из этой массы эфира м у нас получилось 1,47 грамм глицерина и 3,525 тысячных грамм ботаната натрия здесь мы сейчас рассчитаем малярную массу вот этого вещества то есть глицерина я ее уже по счета поэтому ничего и сложил нет получается 89 это вот это плюс 71 x 71 это вот это вот и здесь у нас получается малярная масса так 92 и здесь у нас ботаната 110 но внимание 110 x здесь у нас x поэтому чтобы уравнять нужно сюда поставить как официант x поэтому не 110 а 110 x а когда все будет хорошо тогда все будет хорошо да а далее далее значит да кстати держится 4 да между прочим я прошу прощения ну а теперь работаем сначала мы отработаем вот эту вот схема как первые шаги по химии мы делали давайте определим по массу эфира сюда масса эфира равна это умножая на это и зелено это так то есть получается 147 я умножаю на восемьдесят девять плюс 71 x и зелено 92 сразу я уже сделал расчета упростил получается 142 это все примерно плюс 1,13 икс все это мы сейчас отработали вот эту схему теперь давайте отработаем схему вот это и вот это тоже составим пропорцию и найдем эфира отсюда м эфира будет равна это я умножаю на это и делю на это я уже подготовил это вы можете тоже сюда сделать и надеюсь у вас получится уже несколько иное выражение получается 2 85 деленное на x плюс примерно 2,28 поскольку это у нас одно и то же мы вот эту часть проравниваем к этому у нас получается уравнение 1,42 плюс 1,13 1,13 икс равно 2,85 деленное на икс и плюс 2,28 когда вы все это придете подобные члены например вот этот и вот этот умножить умножить равнее на икс чтобы освободиться от этого икса у вас получится квадратное уравнение 1,13 икс в квадрате минус 0,86 икс минус 2,85 равно 0 ну я обычно люблю делить сразу на этот коэффициент икс квадрат минус 0,76 икс минус 2,52 равно 0 тогда дискриминант у меня получается это квадратное уравнение обычно примерно равен 3,16 в квадрате и икс то есть единственный смысл это примерно 2,01 то есть округляем до ближайшего целого числа икс равно 2, то есть я знаю что на самом деле у меня две числотные вставки в ходе состав этого сложного эфира и соответственно это глицеродибутонат вот ну надеюсь что массу то уже можно будет самим вам решить поэтому это не сложно то есть когда уже примерно расчеты нам показали эти что формула этого сложного эфира это глицеродибутонат это значит две эти числотные вставки входит в состав этого сложного эфира потом у составляется уже точное уравнение уравниваете и у вас все получается при помощи обычных расчетов у вас должно получиться 371 вот такая вот задача надеюсь вам понравилось и мое объяснение вам было более-менее понятно спасибо до свидания до свидания